Совершив переворот и подготовив его, западные спецслужбы, прежде всего американские, они провели уникальную, на мой взгляд, операцию, что бы кто ни говорил. Мало того, что они развалили достаточно крепкую в промышленном, интеллектуальном и культурном плане страну, европейскую, они подготовили руководителей, стоящих на принципиально других позициях, чем находящиеся рядом соседей. Я имею в виду и Россию, и Белоруссию, и другие европейские страны. Все это привело к противоречиям в обществе, к ослаблению экономики, притом они рассчитывали только на дно, на очень сильную реакцию страны нашей и на то, что мировое сообщество начнет заниматься приведением к нормальному бою самой России. Но Россия в войну не втянулась, русских, живущих на Украине, не бросила и сегодня показала всему миру свою силу и могущество. Поэтому у западных спецслужб остался год, потому что дальше внутренние противоречия все это разорвут. Ну, сходя из этих соображений, Украина расколется минимум на четыре части, которые уйдут к каким-то сателлитам. Останется в том, как Украина, небольшая часть, находящаяся рядом с Киевом. Это очень печально, но это не лучший, но один из тех трендов, которые западные спецслужбы задали. Потому что для России это было очень важно, для России это был очень серьезный союзник. Мы сегодня понимаем, что процесс, который был запущен, мы по большому счету особо и не могли противостоять. Хотя людям, нашим людям, которые работали на Украине, я сегодня в публичной плоскости предъявляю достаточно большие претензии. Считаю, что к этому вопросу надо возвращаться. Возвращаться организационно, дисциплинарно и политически. Но развал Украины, на мой взгляд, это свершившийся факт.